Добрый вечер. В эфире национального телевидения Чувашия, очередной сеанс правительственной связи. И сегодня у нас в студии заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики Алексей Самаркин. Добрый вечер, Алексей Александрович. Алексей Александрович, разговор, понятно, на тему номер один. Чрезвычайная ситуация в Чувашии, вызванная погодными катаклизмами. И то, как она повлияла, влияет и еще может повлиять на сельское хозяйство Чувашской Республики. То есть, в первую очередь, как мне кажется, пострадавшая сторона номер один – это именно село. Ну да, действительно, эта чрезвычайная ситуация все-таки затронула отрасль сельского хозяйства. Если вот о чем с отрасли, непосредственно с подотрасли растеневодства, то вызывает опасение состояния зимных культур. Это во-первых. Но здесь можно сказать, что стихия затронула, наверное, к счастью, даже только северные районы республики, где у нас затачивается менее третьей части посевов зимных культур. И получается так, что мы полностью взяли под контроль. Здесь уже выезжали у нас специалисты, проводился мониторинг состояния зимных культур. И получается так, что на сегодняшний момент выводы какие? Что ничего страшного пока для зимных культур и многолетних трав, в принципе, нет. Несмотря на то, что они покрылись так же, как вот льдом, как и деревья, как и провода, допустим. Но помогло еще и то, что вот сегодня буквально уже выпали осадки в виде снега, которую полностью покрыли озимые культуры. И сейчас, по мнению не только Министерства сельского хозяйства, но, в принципе, и научных сотрудников, организаций, которые, в принципе, уполномочены этим заниматься, что состояние озимых, в принципе, нормальное и не вызывает каких-либо опасений. То есть, получается, пострадали только вершки, а корешки, слава богу, в нормальном состоянии. Ну, я бы не сказал, что пострадали тоже вершки, потому что сами растения были уже в состоянии анабиоза. То есть, уже и тургор уже практически прекратился. Поэтому будем, в принципе, анализировать еще и в течение зимы, брать монолиты, чтобы определить именно вот состояние какое. Ну, а весна, в принципе, уже покажет. В частности, мы уже взяли под контроль, чтобы уже сверить весной, как, в принципе, перезимовало. И действительно ли сказалось именно вот это очищение ситуации. То есть, снег-то выпал все-таки вот со вчерашнего дня, только со вчерашнего дня. Получается, с пятницы заморозки вот были на голую почву. Она не промерзла? Как-нибудь так опасно не промерзла? Нет. Дело в том, что зима и культура выдержат температуру до минус 15 градусов. Что у нас было? Это температуры были хоть и отрицательные, но гораздо ниже 15 градусов. Минус 15 градусов. Поэтому ничего страшного в этом нет. Хорошо. Второе – это плодовые деревья. Ну, тут тоже можно сказать, что растения практически уже находились в стадии анабиоза. Но имеются, конечно, вот эти вот физические повреждения в результате нагрузки. Ломались, в принципе, деревья. Ну, что здесь можно сказать? Действительно, сейчас нужно сделать, ну, обрезку, скорее всего, спилить деревья, которые сломались. Ну, а так, что, в принципе, они замерзли. Либо еще какие-то факторы здесь тоже говорить, в принципе, преждевременно. При этом хочу заметить, что в текущем году был такой, допустим, замечательный урожай яблок. То есть, практически, наверное, во всех районах республики. И обычно бывает так, что не каждый год у нас плодоносят яблони. И если, допустим, на следующий год не будет урожая, это еще не значит, что это последствия, допустим, чрезвычайной ситуации. Это, наверное, физиология именно растений. Ну, то есть, просто они отдыхают, набирают все силы для следующего года. Да, конечно, для того, чтобы через сезон опять выдать такое вот урожай. То есть, садоводам вы сейчас что можете посоветовать? Если дерево не сломалось пополам, ну, там, в этом случае все понятно. А если ущерб гораздо меньше, то что можно успеть сделать в этом году? В этом году что можно сделать? Просто сделать обрезку, просто убрать поваленные деревья, если такое было. Обрезать сухие, допустим, которые действительно сломаны, сучья именно вот это вот. Там замазывать что-то нужно? Ну, естественно, это любая обрезка, она ведет к тому, что обязательно нужно замазать для того, чтобы в будущем не было проникновения инфекции через именно вот эти вот места сломов. С растениями все понятно. С животноводством, все-таки животноводство, насколько я в курсе, были сами в районы, выезжали, видели, пострадало гораздо серьезнее. Например, вот на фермах, когда не было электричества, говорят, что пропускали, вынуждены были пропустить по одной, по две, даже иногда в некоторых хозяйствах по три дойки. То есть это каким образом сказалось на животных? Да, действительно, в отрасли животноводства здесь получается более такая негативная картина. Получается так, то, что, допустим, мы мониторили у нас, получается, на утро-субботу, проблемы были с 39 молочно-товарными фермами. Ну, здесь молодцы и руководители хозяйства, вовремя, в принципе, ориентировались, где не было света, здесь уже начинали подключаться дизельные генераторы. Но факты такие были, действительно, где-то сутки не доились, коровы где-то даже больше. Но вот получается так, что буквально, скажем, в нем эта ситуация у нас, в принципе, улучшалась. Если вот сегодня буквально утром провели опять мой мониторинг, ситуация у нас изменилась практически в лучшую сторону во всех районах, за исключением Маргарушского района. Здесь еще четыре молочно-товарные фермы остаются, вернее, подача электроэнергии через дизельные генераторы подается. Но, во всяком случае, у них хотя бы все равно она есть. Нет, она дойка, она в любом случае велась, ведется. Но здесь проблема в том, что как повлияло то, что в течение суток не доились. Да, действительно, хозяйства не получили вот этот вот валовый, этот надой молока в течение суток. Да, это как бы экономический эффект такой, то, что они потеряли часть прибыли. Но здесь еще получается так, что именно животные получили стресс. И чтобы отойти от этого стресса, необходимо, в принципе, 7-10 дней для того, чтобы вот в норму они пришли и вышли на ту продуктивность, которая была у них раньше. Сейчас мы вынуждены, в принципе, констатировать, что надои действительно в этих молочно-товарных фермах упали. Насколько упали? Ну, упали в зависимости, наверное, от того, как быстро были приняты меры. Ну, вот, вы знаете, может быть, нам показалось, горожанам, но молока-то не было в магазинах. То есть были моменты, когда в тех магазинах, которые привычные, когда всегда заходишь и всегда есть, и вдруг говорят, нету? Ну, я не думаю, что за день-два городские жители уже, в принципе... Нет, не оголодали, конечно. Нет. Но все равно вот как-то уменьшение количества заметным было. Ну, тоже вот я говорил, что 39 молочно-товарных ферм, которые мы взяли, в принципе, под контроль, сейчас мониторим, и ситуации, в принципе, здесь разные. На нои упали, допустим, где-то на 15-20% только, но есть и фермы, где в разы упали. Это действительно так. Ну, здесь тоже имеются последствия, в принципе, того, что вроде бы есть отдельные фермы, где не связано, в принципе, с электроэнергией, то, что подача. А вот, ну, это уже, наверное, внутренние проблемы. То есть недоработка. Нехватка воды. И вот так вот тоже есть такие случаи, которые тоже, в принципе, негативно влияют на продуктивность животных. Но в то же время, вот, министрам сельского хозяйства уже дано поручение, в принципе, госфитслужбы, чтобы взять именно под контроль именно состояние животных, потому что они получили срез, возможно, в принципе, и... Ну, вот говорили о том, что еще у коров мастит, возможно, после вот такой вот задержки. То есть это, в первую очередь, на качестве молока, да? Ну, на состоянии здоровья животного понятно, на качестве молока отражается. Поэтому было и дано такое поручение, что взять уже, в принципе, под контроль. Это ветеринарная служба, зоотехническая служба здесь уже должна уже поработать, в частности, по поводу заболеваний животных, так и, наверное, не, наверное, а точно уже улучшение кормовой базы для животных для того, чтобы, в принципе, как можно в краткие сроки животные вышли на тот уровень, можно сказать, дострессовый уровень, так, чтобы на такую вот уже выйти на максимальную продуктивность. В свиноводстве ущерб настолько же заметен или все-таки для них это более или менее гладко прошло? С точки зрения свиноводства, то здесь было буквально только 2-3 свинофермы, но здесь уже, в принципе, это не так страшно. То есть не имеет никакого решающего значения? Здесь практически такого решающего значения не имеет. Что касается семеноводства, то есть семенной фонд, там, те условия, где он хранился, как-то это отразилось? Или он был уже достаточно хорошо просушен, то есть все это сложено, никаким образом не пострадало? Ну, уборка зерновых культур закончилась еще полтора месяца назад. Картофеля, буквально уже до 1 октября уборка картофеля тоже закончилась. Так что семенной материал, он был уже заложен в хранилище. И говорить, что как-то вот червячальная ситуация повлияла на состояние семенного фонда, здесь уже можно ствердить, можно уже говорить, что никакого вреда, в принципе, это не принесло. Значит, вот мы все-таки говорили сейчас с вами о более или менее крупных хозяйствах. Что касается личных подсобных хозяйств, личных фермерских хозяйств, у них как ситуация, что вообще люди-то как раз там буквально две трети, да, пострадали, потому что вот газовые котлы электрозависимые, и вообще вот вся система отопления, там, я не знаю, подачи корма, еще чего-то завязана была на электричестве. У них как дела обстоят? Ну, если сравнивать личные подсобные хозяйства с крупными сельхозорганизациями, то здесь, в принципе, неравные условия. Дело в том, что в крупных сельхозорганизациях это все автоматизировано и напрямую зависит от подачи электроэнергии, допустим, газа. Что касается личного подсобного хозяйства, то здесь подоить корову или две, либо три, это... Ну, это не 350, безусловно. Это не 350, когда, хотя вот в сельхозорганизациях есть вот примеры, которые действительно доели вручную именно такое количество коров. Алексей Александрович, ну вот те хозяйства, которые действительно понесли ущерб, собственно, мы говорим, да, хорошо, безусловно, нам была оказана вовремя помощь, приезжали и из других регионов, и ремонтные бригады, и генераторы привозили, и, насколько я знаю, допустим, Шумерлинский завод выдавал как-то в бесплатную аренду генератора на время, то есть такая вот спонсорская помощь. Все это понятно, но они же работают не от воздуха, то есть горючего сожжено за это время, по-моему, ну, мягко говоря, очень прилично. Да, вот там, допустим, то хозяйство, где мы были, они только за двое суток, ну, за трое суток, сожгли около двух тысяч тонн. Двух тысяч литров. Двух тысяч литров, да, прошу прощения. То есть это приличная сумма, это влетает в копеечку. На какую-то поддержку, на какую-то компенсацию могут рассчитывать наши сельхозтоваропроизводители? Что в таких случаях предусмотрено со стороны государства, вот по вашей линии, по линии Минсельхоза? Действительно, вот эти вот дизельные генераторы, они потребляют большое количество дизельного топлива. Ну, вот, для примера, наверное, у кого в зависимости от мощности дизельного генератора, от, наверное, от 50 до 150 литров, это в час, это расход дизельного топлива. Да, действительно, это очень много. Но кто-то действительно сутки, кто-то двое, кто-то до сих пор, видите, есть такие примеры, пользуются. Это дополнительные затраты для сельхозорганизации. Но, что касается, допустим, поддержки со стороны Министерства сельскохозяйства, то в бюджете, в принципе, пока это не предусмотрено, такие виды поддержек. Но скажу, что вот сейчас мы действительно, я вот опять назвал цифры, это 39 молочных товаров и ферм, мы взяли, в принципе, под контроль, и постараемся просто уточнить, уже в ежедневном режиме уже связываемся, сколько у них произошли затраты, какие затраты произошли, в принципе, какие потери, в частности, уменьшение продуктивности коров, это самое, в общем, вот так. Ну, а если мы затронули тему еще о зимых культур, то здесь уже имеется поддержка со стороны страхования сельскохозяйственных культур. У нас все посевы застрахованы? Ну, к сожалению, не все, но вот имеются такие данные, я уже говорил, что затронуты северные районы республики, и получается так, что у нас, получается, около половины этих площадей, в принципе, застрахованы. В разрезе хозяйств, в принципе, сейчас рассматриваем, как это самое будет, но 42% застрахованы площадей. Алексей Александрович, 42% застрахованных из числа пострадавших районов, пассивов, 42% пассивов, вы сказали. Все-таки это даже меньше половины. Тем не менее, вот последние годы, они очень убедительно доказывают, даже для человека, не сведущего в сельском хозяйстве, в общем, очевидно, мы действительно находимся в зоне рискованного земледелия. У нас 100 дождей, у нас засуха, у нас теперь вот лед, там, ну, все, что угодно может быть. То есть, насколько все-таки выгодно вкладываться в страхование, инвестировать деньги вот именно в эту сферу? Ну, здесь можно ответить так. Природа уже сама говорит, что нужно делать. Если мы весной текущего года столкнулись с тем, что у нас была засуха, а если начинать, то с 2010 года, вы помните, такая небывалая засуха была. Ну, вот как раз начиная с 2010 года, не вся территория Чувашия, но часть районов все равно попадает вот именно под локальное ЧАЭС, связанное с засухой летом. Да, совершенно верно. И поэтому вот именно страховать, это один из, наверное, методов того, чтобы снижать свои риски. Но вы сказали, что 42% это, в принципе, только по озимым культурам. Но у нас берется ведь в целом, тоже там же есть и яровые, и этот показатель, он, в принципе, вырастет в любом случае. Я считаю так. То есть, все-таки у нас как-то сельхозтоваропроизводители понимают. Они уже понимают. Не только в части страхования, допустим, но и в части, допустим, мелиорации. И то, что мы прекрасно понимаем, что без воды невозможно получить, без полива, хорошее урожай сельхозпродукцией. Поэтому действуют различные виды программы, где субсидируются части затрат на строительство миллиардерных систем. И это дает, в принципе, свой эффект. Алексей Александрович, ну вот кроме того, что, да, надо страховаться, какие еще уроки мы должны все, мы должны извлечь вот из этой ситуации? Потому что, да, 21 век. И вдруг раз и столкнулись с тем, что вернули, вынуждены были вернуться, ну не знаю, там не то, что к дедушкиным, к прадедушкиным способам доить вручную, там, в зерно засыпать, корм самим буквально чуть ли не в ступке толочь и топориком резать. То есть, что вообще, как можно подстраховаться? Не в смысле страхования, а еще как-то соломки подстелить. Ну, понятно. Ну, здесь что можно сказать? Наверное, каждый теперь уже должен быть готов к такой ситуации. Что нужно сделать? Ну, во-первых, наверное, не все были готовы к тому, что не у всех были, допустим, те же самые дизельные генераторы. То есть, пока их найти, тем более получилось так, что именно в выходные дни все это произошло, правильно? Может быть... А это закон полости. Это закон полости играет свою роль. Вот так вот. Ну, какие-то резервные виды топлива. Это однозначно. Наверное, так. То есть, как говорится, да, старая пословица, запас карман не тянет? Запас карман не тянет. Это действительно. То есть, потеряешь больше, нежели приобретешь сейчас какой-то... Или создашь какой-то запас. А какие прогнозы на ближайшее время... Вот слышала, что метеорологи, в общем, не обнадеживают. Говорят, что лучше не будет. И дождь может вернуться, и вот сейчас уже снег пошел. То есть, кстати, это вот дополнительная нагрузка, да, на обледенелые деревья, допустим, он падает. И на те же самые провода. Возможно, что у нас еще будет вот такая ситуация повторяться? Ну, дело в том, что это самые метеорологи действительно прогнозируют, что такая же ситуация может возникнуть опять. Ну, я думаю, что если мы один раз уже это прошли, то все уже готовы. В принципе, уже все предупреждены. Если предупреждены, значит, уже вооружены. Спасибо большое за ответы на наши вопросы. А я напомню, что сегодня на студии был заместитель министра сельского хозяйства Чувашской республики Алексей Самаркин. Всего доброго и спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!